Прошли командно-штабные учения по ликвидации аварийной ситуации на подстанции в Люберцах. Их цель – отработка действий в случае аварии на объекте. Напомню, одна из крупных случилась в январе этого года. Тогда без тепла остались около 100 тысяч человек. В настоящее время произошло отключение подстанции Красково-2. Прошу Мособлэнерго доложить, ввиду чего это произошло и какие меры будут приняты для возобновления электроснабжения в городском округе. По заранее смоделированной ситуации подстанция Красково-2 вышла из строя. На улице минус 30 градусов мороза, а 74 тысячи жителей остались без тепла и света. Возникшую ситуацию решает оперативный штаб. Обстановку докладывают представители МОЗ «Водоканала», Люберецкой теплосети, управляющей компанией городского округа и службы ЕДДС. Организованное взаимодействие между дежурно-диспетчерскими службами Мособлэнерго, Люберецкого водоканала и Люберецкой теплосети. В ЦУКС направлен информационное донесение по привлеченным силам и средствам для принятия решения о выделении дополнительных сил и техники из резерва Главного управления МЧС России по Московской области. Подобный технический сбой произошел в январе этого года. Тогда вышла из строя самая мощная электрическая подстанция округа, в результате чего на несколько часов жилые дома и социальные объекты первой категории остались без тепла. Именно эту ситуацию проработали на учениях для того, чтобы избежать повторения такой аварии. Основная задача – выработать порядок оповещения всех ресурсных организаций компании ЖКХ и наладить взаимодействие между ними. В наши службы, получается, городские сообщают ДДС, правильно? А в ДДС должна прийти информация с диспетчерской службы МОСОГО ЛНР. При отключении электрической подстанции перестают работать котельные, а запускать их при поломке позволяют дизельные генераторы. За 7,5 минут на 101-й котельной подключили генератор мощностью 600 кВт. В настоящий момент ставится оценка удовлетворительно службам. Я думаю, что мы будем вести дальнейшую работу, чтобы оценка состояла отлично. Чтобы все оперативные службы понимали, какая у них ответственность в отопительный сезон. И каждый руководитель знал, что он обязан выполнять свои должностные обязанности на 5 баллов. Планируется, что отработку аварийных ситуаций будут производить ежеквартально. Любовь Горчакова, Петр Пономаренко. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.